МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа и в этом выпуске. 4 февраля состоялась первая в этом календарном году сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на которой было рассмотрено 12 вопросов. В том числе депутаты согласовали троих кандидатов на должности вице-губернаторов. Александр Лутовинов представил доклад о деятельности собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Подчеркну, что работа с избирателями всегда была и остается в приоритете депутатского корпуса. На сессии регионального парламента принят закон о расширении мер соцподдержки детям-инвалидам. Инициатором проекта закона выступили окружные депутаты на основании обращения родителей детей-инвалидов. Об этих и других событиях и решениях депутатского корпуса расскажем прямо сейчас. Накануне очередной сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа глава региона встретился с окружными депутатами. Губернатор и парламентарий обсудили общую повестку дня. Приоритетные направления в работе в 2021 году. В ходе рабочей встречи губернатор Ненецкого автономного округа проинформировал депутатов о текущей эпидемиологической ситуации в регионе и о вакцинации от заболевания коронавирусной инфекцией. Пока в округе сохраняется режим повышенной готовности со всеми вытекающими мерами по профилактике распространения COVID-19. В случае улучшения эпидобстановки будут приниматься меры по ослаблению отдельных ограничений. На встрече также говорили о привлечении инвестиций в округ и создании рабочих мест для местных жителей при реализации инвестпроектов, а также подготовке специалистов по востребованным специальностям в окружных СУЗах. Сложный вопрос для округа обеспеченность высоко квалифицированными кадрами. Этот вопрос глава региона предложил депутатам включить в рабочую поездку в 2021 году. В заключение Юрий Бездудный подчеркнул, что максимально открыт для любых, даже самых острых вопросов и всегда готов обсудить их с депутатским корпусом. В свою очередь, председатель окружного парламента Александр Лутовинов поблагодарил Юрия Бездудного за конструктивный разговор. 4 февраля состоялась 33-я сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в ходе которой окружные парламентарии рассмотрели 12 вопросов. На сессию губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный представил на согласование кандидатуры своих заместителей по трем направлениям деятельности администрации. Такая процедура обусловлена уставом Ненецкого автономного округа, согласно которому глава региона обязан согласовывать с окружным собранием депутатов кандидатуры на должность заместителей губернатора Ненецкого автономного округа. По итогам обсуждения, кандидатуры Николая Миронова, Андрея Блощинского и Натальи Исидоровой были одобрены для назначения на должности вице-губернаторов. Напомним, Николай Миронов курирует деятельность Департамента внутренней политики и органов исполнительной власти округа по взаимодействию с собранием депутатов. Андрей Блощинский руководит аппаратом администрации, а также курирует деятельность управления государственного заказа. Наталья Исидорова курирует деятельность Департамента образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа. При рассмотрении вопроса в адрес заместителя курирующего сферу образования были высказаны рекомендации по активизации работы с молодежью. На сессии председатель регионального парламента Александр Лутовинов представил информацию о деятельности собрания депутатов Ненинского автономного округа в 2020 году. В прошлом году парламентарии продолжили осуществлять контрольные полномочия. Особое внимание уделено исполнению окружного бюджета, тарифной политике в округе жилищному и дорожному строительству, доступности и качеству услуг в сфере здравоохранения и образования, вопросам обеспечения связью интернетом сельских населенных пунктов. 2020 год запомнился всем нам как напряженное, сложное время. В этой связи ключевыми задачами для органов власти Российской Федерации стали борьба с распространением коронавируса, защита здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, помощь наиболее пострадавшим отраслям народного хозяйства. В этой связи серьезные меры приняты президентом и правительством Российской Федерации, в их числе дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку, дополнительные выплаты семьям с детьми, меры поддержки малого и среднего бизнеса и другие. Это позволило преодолеть сложности и работать достаточно эффективно в истекшем году. Необходимые решения были приняты и на уровне региона. Знаковым мероприятием в 2020 году стали Дни Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. Был озвучен ряд инициатив, которые направлены на решения актуальных для округа задач, в том числе учет специфики Крайнего Севера при реализации федеральных законов о госзакупках, обращение с ТКО, необходимость увеличения доли налоговых отчислений в бюджеты регионы доноры, поддержка крупных инвестпроектов. По итогам проведенных мероприятий стало постановление Совета Федерации номер 47 о господдержке социально-экономического развития. Депутатов документ содержит более 20 конкретных рекомендаций в адрес правительства Российской Федерации, федеральных министерств и стал своеобразной мини-программой для экономического развития округа на ближайшую перспективу. Одной из существенных задач для органов госвласти округа является работа по привлечению средств из федерального бюджета. Всего в 2020 году на реализацию нацпроектов направлено почти 6 миллиардов рублей. Основная часть финансовых средств предусмотрена на дорожное и жилищное строительство, здравоохранение. В течение прошлого года осуществлялся контроль за использованием нацпроектов. Промежуточные итоги и возникающие вопросы рассматривались на профильных комиссиях. Для получения более детальной информации депутатский корпус совместно с исполнительной властью, подрядчиками, проводил выездные совещания на объектах строительства жилья, строительства и реконструкции автодорог в учреждениях. Приоритетом для депутатов окружного собрания остается работа с жителями округа. Введение ограничений в связи с распространением коронавируса значительно сократило количество личных встреч депутатов с жителями и коллективами. Тем не менее, мы всегда остаемся на связи с избирателями и продолжаем работу в этом направлении. Депутаты всех фракций с соблюдением мер профилактики встречались с коллективами организаций, учреждений, общественных организаций, побывали практически во всех сельских населенных пунктах. Жители сел ждут этих встреч. В таких диалогах, что называется, глаза в глаза, честно и открыто говорим о самом наболевшем. Поездки, встречи, приемы граждан позволяют осуществлять контроль за исполнением законов и иных решений, выявлять проблемы, которые нужно решить и в том числе на законодательном уровне. Полностью с докладом о деятельности собрания депутатов Ненецкого автономного округа можно познакомиться на официальном сайте парламента. На первой в этом году сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа о деятельности полиции в 2020 году проинформировал парламентариев, исполняющих обязанности начальника регионального управления внутренних дел. Сергей Сахаров в своем выступлении отметил, что в прошлом году в деятельность полиции серьезные коррективы внесла пандемия коронавируса, что добавило полицейским несвойственной для них ранее работы. В рамках представленных полномочий по контролю соблюдения правил самоизоляции сотрудники полиции провели порядка 11 тысяч проверочных мероприятий. К административной ответственности привлечено 182 гражданина. Кроме того, в круглосуточном режиме полицейские участвовали в работе пропускных пунктов для прибывающих в округ воздушным, водным и автомобильным транспортом. Что касается уровня преступности в регионе, то, по словам руководителя УВД, по итогам 2020 года произошло снижение. Проведенный анализ результатов оперативно-служебной деятельности управления с учетом дополнительной нагрузки и новых вызовов показал, что принятые в прошедшем году меры и реализованные мероприятия позволили обеспечить правопорядок на верной территории, а также оздоровить криминогенную ситуацию на отдельных направлениях. Последовательная работа всех заинтересованных органов привела к сокращению уровня преступности в округе на 3%. 732 преступления в основном в абсолютных цифрах зафиксировано в округе. Особого внимания заслуживает положительная динамика в снижении грабежей, краж, мошенничеств. На уровне 2019 года сохранилось число совершенных убийств, а это 3 телесных повреждений, 8 поджогов, 1 поджог повреждений имущества, 6. Совершенствование совместной деятельности всех субъектов профилактики, отнесенных стратегией национальной безопасности к числу приоритетных задач, позволило достичь снижения преступлений, совершенных в общественных местах, на бытовой почве, в состоянии алкогольного пенения лицами, ранее приступавшими закон и среди несовершеннолетних. Как отметил руководитель окружной полиции, последний факт в отношении несовершеннолетних особенно радует, поскольку ранее УВД по Ненецкому округу по этому критерию всегда находилось в зоне критики со стороны Министерства внутренних дел и других надзорных органов. По окончанию доклада депутаты окружного собрания задали Сергею Сахарову ряд вопросов, высказали свои мнения, рекомендации и предложения в адрес полицейских. Все-таки при работе связанной с защитой водных биологических ресурсов ориентироваться на борьбу с браконьерами, а не с людьми, которые ловят рыбу себе на уху. А зачастую именно против них совершается процессуальное действие и возбуждается уголовная дела, и на них делается основная статистика. В любом случае в управлении происходит ориентация сотрудников, разрабатывается тактика работы в данном направлении. И у меня вот предложение, чтобы ориентироваться все-таки именно на серьезные преступления, не пытаться натягивать уголовные дела, по сути дела, на тех, кто осуществляет любительский лов. А с пониманием подходить к местным жителям, пенсионерам, которые стоят в сети возле населенных пунктов. Действительно, сегодня в Чехии их можно квалифицировать как браконьеров, но, к сожалению, такими они становятся, в том числе и из-за несовершенства и ошибок, которые были допущены в правилах рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которые, мы очень надеемся, в ближайшее время будут пересмотрены. И вот последняя встреча Юрия Васильевича Бездудного с руководителем Росрабоводства это подтверждает. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. И давайте все-таки не будем тратить средства и силы ВВД на борьбу с личанами, которые рыбу себе на уху ловят, ориентироваться на борьбу с настоящими браконьерами. Депутат Михаил Рай напомнил о ситуации 2019 года в Амдарме по недостаче 200 тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, однако до сих пор у депутатов нет никакой информации по нему. Депутат Андрей Ружников обратил внимание начальника полиции на молодежь, собирающуюся в подъездах многоквартирных домов с наступлением низких температур, что вызывает недовольство у жителей многоэтажек. Ведут себя шумно, портят имущество. Что с этим делать? С этой проблемой столкнулись многие многоквартирные дома. И от УВД поступило предложение, в том числе и к законодательной власти. Это увеличение штрафов, это может быть проведение работы с молодежью устная, но тем не менее нам необходимо этот вопрос решать. Я думаю, что на протяжении ближайшего времени мы с МВД эту проблему устраним. По крайней мере, в этом заинтересованы многие жители города. Депутат Николай Запала в целом оценил деятельность правоохранительных органов в 2020 году и выделил ряд направлений, по которым необходимо усилить работу. В этом году они сработали очень хорошо. И в их докладе также было отмечено направление на 2021 год. Это борьба с IT-технологиями и киберпреступностью. Я полностью поддерживаю, потому что 2020 год показал, что киберпреступность порядка трех четвертей показала рост количества преступлений. Суммы, впечатляющие по этим преступлениям, это порядка 15 миллиардов рублей на территории Российской Федерации, что сравнимо с бюджетом Ненецкого автономного округа. Я думаю, каждому понятно, что это большая сумма. И тот слой населения, которое задевают преступники, это старики, забирают последнее. То есть, да, надо, конечно, уделять внимание и, может быть, подключать наших сенаторов, депутатов Госдумы о увеличении наказания за данные виды преступления. На состоявшейся 4 февраля сессии собрания депутатов прокурор Ненецкого автономного округа внес протест на ряд положений регионального закона о предпринимательстве. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что отдельные нормы окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе не соответствуют положениям 209-го федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Так не соответствует требованиям 209-го федерального закона возложения на орган исполнительной власти округа полномочий по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки. Также противоречит указанному федеральному закону закрепление за органами исполнительной власти округа полномочий по разработке, утверждению и реализации иных негосударственных программ Ненецкого автономного округа, а также планов мероприятий, дорожных карт по развитию малого и среднего предпринимательства. Это лишь часть замечаний депутаты протест прокурора признали обоснованным и на этой же сессии внесли изменения в окружной закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе. Проект представила Наталья Кордакова. Предлагается привести окружной закон в соответствии с федеральным. Отношения в сфере развития малого и среднего бизнеса в нас регулируется законом Ненецкого автономного округа от 27 мая 2015 года номер 74 ОЗ «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе». Федеральный закон номер 209 ФЗ «Развитие малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» принят в 2007 году. В соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации на период до 2030 года в закон было внесено 33 дополнения и изменения. Представимым законопроектом предлагается перераспределить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации между администрацией Нинско-автономного округа и иными исполнительными органами государственной власти округа. Уточняется компетенция администрации округа по наделению полномочий в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не только у полномочия органов, но и других исполнительных органов государственной власти округа. Исключается ограничение форм консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и носится ряд других изменений. Депутаты приняли законопроект в первом и во втором окончательном чтении. На сессии регионального парламента принят закон о расширении мер соцподдержки детям-инвалидам. Инициатором проекта закона выступили окружные депутаты на основании обращения родителей детей-инвалидов. Ранее парламентарии обсудили законопроект на заседании комиссии по социальной политике и на круглом столе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. В настоящее время детям с ограниченными физическими возможностями оплачивается обучение в специальных образовательных организациях. Также детям-инвалидам и лицу, сопровождающему ребенка, оплачивается проезд к месту обучения в специальных образовательных организациях и обратно. При этом федеральным законодательством категория ребенок-инвалид устанавливается лицам в возрасте до 18 лет. В обращении родителей детей-инвалидов говорится о том, что деятельность школьной программы в специализированных образовательных организациях увеличена по сравнению с обычной школьной программой. Поэтому такие дети, достигшие 18-летнего возраста, продолжают получать образование. Проект окружного закона представила на сессии председатель депутатской комиссии по социальной политике Анна Булатова. На 33-й сессии регионального парламента принят закон о расширении мер социальной поддержки детям-инвалидам. В частности, по итогам рассмотрения обращений нескольких мам, мы разработали поправки в окружный закон. Они позволили расширить меры социальной поддержки. Самой уязвимой категории – это дети-инвалиды, которые нуждаются в поддержке региональных властей. Мы не смогли остаться в стороне от проблем таких семей, и депутатский корпус принял решение поддержать такие семьи. Это касается детей, которым исполнилось 18 лет, но в силу федерального закона им не полагалось оплачивать проезд за пределы округа. Обучаются эти дети за пределами округа, потому что у нас нет специализированных организаций. И, согласно закону, сейчас такие дети смогут воспользоваться, родители этих детей, смогут воспользоваться данной мерой поддержки. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, помощь требуется двум детям-инвалидам, которые обучаются в специализированной образовательной организации в городе Котласе Архангельской области. На эти цели в 2021 году потребуется 250 тысяч рублей. Депутатский корпус всегда будет оперативно реагировать на вопросы жителей и стараться в оперативном режиме, на законодательном уровне решать данные законы. Председатель счетной палаты Ненецкого автономного округа подвела итоги прошедших в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. План работы был сформирован на основании поручения собрания депутатов предложения губернатора прокуратуры ОМВД России по Ненецкому автономному округу. Как проинформировала депутат Елена Сопочкина, в прошлом году палатой было проведено 12 контрольных мероприятий. В рамках 10 из них проведен аудит в сфере закупок для государственных муниципальных нужд на 22 объектах. Проверки проводились в 32 учреждениях, большая часть из которых государственные. В 2020 году проведено расходование денежных средств на общую сумму более 9,5 миллиардов рублей, основную часть из которых составляют средства окружного бюджета. Были выявлены нарушения при осуществлении государственных муниципальных закупок, введение бухгалтерского учета, составление предоставления бухгалтерской финансовой отчетности в сфере управления и распоряжения государственной муниципальной собственностью. Были направлены 44 представления и 16 информационных писем с предписаниями об устранении нарушений. Отчеты о проведенных мероприятиях направлены губернатору и в собрание депутатов, прокуратуру управления внутренних дел, а также главному федеральному инспектору по Ненецкому округу и в счетную палату Российской Федерации. В докладе руководитель надзорного органа уделила внимание участию в нормотворческой деятельности. Так, счетная палата Ненецкого автономного округа подготовила 116 заключений на проект окружных законов и иных нормативных правовых актов округа. В заключении Елена Сопочкина рассказала об основных запланированных направлениях деятельности в текущем году и отметила, что основное внимание будет уделено мониторингу и контролю реализации национальных проектов. Напомним, счетная палата Ненецкого автономного округа осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивает единую систему контроля формирования и исполнения окружного бюджета, также бюджеты территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, а также использование государственного имущества Ненецкого автономного округа. Лично убедились в том, что средства окружного бюджета используются по назначению. Депутаты собрания Ненецкого автономного округа проинспектировали содержание зимника на Рьенмар-Усинск. Ранее вопрос о содержании зимника в связи с поздним его открытием депутаты поднимали на заседание одной из постоянных комиссий, где речь шла о снижении затрат из окружного бюджета на содержание зимней дороги на Рьенмар-Усинск, поскольку открыта она была для всех видов транспорта лишь в феврале текущего года. Тогда представитель профильного департамента заверил парламентариев, что оплата работ в соответствии с госконтрактом будет осуществляться по факту на основании актов. Протяженность данного участка 55 километров, задействовано 17 единиц дорожно-строительной техники, плюс помогательная техника, такие как вахтовый автомобиль, топливозаправщик, трекал. Порядка 45 человек сейчас трудятся на зимнике и проживают в городке. Плюс это еще два КПП, которые располагаются в начале зимника и в конце уже, пути следования. Состояние зимника достаточно хорошее, можно сказать, удовлетворительное, да. Но на что мы обращаем внимание, очень мало снега. В связи с этим, безусловно, есть некоторые требования по качеству и так далее. Но пока снег не появится, дамы качество особо не улучшится. Все, кто был в этот день на зимнике, отмечают, что снега в тундре действительно мало, что создает серьезные проблемы подрядчику. Мы также со всеми депутатами проверили зимник, зимник в удовлетворительном состоянии. Можно также в реховом транспорте ездить. И действительно, сейчас мы проехали и видим, что тундра бесснежная, и поэтому подрядчику приходится довольно-таки сложно все это намораживать и делать. Но пока мы посмотрели, нас все устраивает. Действительно, и покоррить можно, и людям здесь остановиться, как в пургу. И цены очень демократичные. Депутаты проехали по зимней трассе до пункта отдыха водителей, где смогли оценить также работу столовой и места отдыха для водителей, где они могут остановиться и переждать неблагоприятные погодные условия. В каютах, так сказать, достаточно чисто и уютно для зимней дороги. На кухне работают два человека без выходных. Живут в вагончиках для персонала, готовят вкусно. Мы работаем с 4 утра, потом у нас перерыв до 12, с 12 обед, с 2 у нас перерыв до 4, потом до полдевятого у нас ужин. Зимник удовлетворительно можно состояние сказать. Приехали на пункт обогрева, где можно по столовой покушать. Если будут переметы, если погода невозможно будет проехать, здесь можно даже и отдохнуть. Я считаю, что хорошие здесь условия для того, чтобы если человек попал в экстремальные условия, несколько подождать погодные условия. Напоминаем, прежде чем отправиться в поездку по зимнику, необходимо убедиться, что погодные условия и состояние зимника это позволяют сделать. На сегодня это вся информация за развитием событий. Следите в эфире телеканала «Север». Редактор субтитров А.Семкин